Здравствуйте, вы смотрите Дукаскопи ТВ. Сегодня мы снова поговорим о техническом анализе рынков с Жаном Франсуа Овзарзаком из Management Joint Trust, и он представит их продукт fingraphs.com. Добро пожаловать в студию, Жан Франсуа. Здравствуйте, Дэниел. Итак, в нашей прошлой программе вы говорили о том, что у евро есть потенциал для повышения. При этом тогда мы не знали, что на фондовых рынках произойдет резкая нисходящая коррекция всего лишь через неделю из-за беспокойств по поводу фондового рынка Китая. Как ситуация обстоит сейчас, и какие перспективы вы видите для курса пары евро-доллар на будущее? На экране мы видим долгосрочную мозаику графиков. У нас традиционно есть графики для пары евро-доллар, фунт-доллар, евро-швейцарский франк, для золота, для пары доллар-швейцарский франк, доллар-иена, для нефтесорта бренд и для фьючерсов S&P. Это все недельные графики, которые дают нам информацию о перспективе на несколько следующих кварталов. Та распродажа, которую мы видели на фондовых рынках, на протяжении последних двух недель была значительной. Но я также хочу отметить, что те тенденции, которые мы наблюдали на протяжении последних двух лет, все еще актуальны. Это означает, что в долгосрочной перспективе курс пары евро-доллар все еще понижается. Курс фунта по отношению к доллару также понижается, как и евро-швейцарский франк. Стоимость золота также понижается. Курс пары доллар-швейцарский франк все еще повышается, как и курс пары доллар-иена. Стоимость нефти падает. А для фьючерсов мы видим импульсивный восходящий тренд. Для начала поговорим об акциях, так как именно на этом рынке происходили самые значительные изменения в последнее время. Здесь мы видим график для инвесторов по фьючерсам S&P. У нас есть недельный график, который показывает перспективу на несколько следующих кварталов, дневной на несколько следующих месяцев и часовой на несколько следующих недель. Сначала поговорим о долгосрочной перспективе. Это правда, что сейчас мы находимся в довольно сложной ситуации, которую можно также назвать зоной распределения. Как мы видим, здесь конверты соприкасались на протяжении большей половины года. А это признак напряжения рынков. И как мы видим, индикатор рисков находится в перепроданной территории. На данный момент он фиксирует новые максимумы в этой зоне. Это происходит еще с начала года. На данный момент ситуация рискованная. И, учитывая все это, индикатор трендов показывает нам бычий тренд. Несмотря на то понижение цен, которые мы видели в течение последних двух недель. В результате этой тенденции мы сможем достичь двух импульсивных целевых уровней, которые мы называем расширенными уровнями. Это уровни 2200 и 2400, которые могут быть достигнуты в течение нескольких следующих кварталов. На данный момент, на недельном графике, индикатор тренда еще не изменился на медвежий. Мы все еще видим восходящий тренд, который обладает определенным потенциалом. То нисходящее движение, которое мы видели в течение прошлых двух недель, было значительным. Мы видели массивную распродажу, в рамках которой, вероятно, удалось достичь целевых уровней в контексте цен, но не в контексте сроков распродажи. Вопрос в том, вернулись ли мы к нормализации. Будет ли теперь стоимость ценных бумаг стремительно повышаться, так как это было, например, в октябре прошлого года. В то время у нас было похожее резкое падение, после которого начался стремительный подъем. Я хочу вернуться на несколько недель назад, в начало августа, когда мы снимали предыдущую программу. Тогда мы видели на дневном графике нисходящую коррекцию. В то время это была всего лишь коррекция. Это означает, что до тех пор, пока цена остается выше 1983, а это целевой уровень в рамках коррекции, это все равно будет нисходящая коррекция в пределах восходящего тренда. А в течение последних двух недель цена опустилась ниже этого уровня и превратилась в импульсивное нисходящее движение. Как мы видим, целевые уровни располагаются между 1814 и 1883. В рамках этого нисходящего движения эти целевые уровни были достигнуты. Что касается времени, то, возможно, прошло мало времени. Но мы видим, что индикатор рисков уже практически достиг зеленой зоны. Если то восходящее движение, которое мы видим сейчас, ускорится в течение нескольких следующих дней, то мы сможем с полной уверенностью говорить, что сейчас мы имеем ситуацию аналогичную той, которая была в октябре. Но это будет непросто. Как мы видим, уровень в 2000 очень важен. Ранее он служил сильной зоной поддержки, в частности, в конце прошлого года и в начале этого года. Если мы вернемся немного назад, это был мощный уровень сопротивления в сентябре 2014 года. Можно сказать, что сейчас наступил переломный момент. В краткосрочной перспективе нужно проявить гибкость, для того, чтобы понять, что будет происходить в течение нескольких следующих недель. Теперь посмотрим на часовой график. Как мы видим, здесь все еще преобладает медвежий тренд. Цена достигла промежуточного минимума, а за этим последовала довольно сильная реакция. Как мы видим, конверты соприкасаются, что свидетельствует о напряжении на рынке. Здесь мы видим ситуацию, когда рынок пытается решить, что же будет дальше. Нормализация цены или дальнейшее падение. На данный момент на часовом графике ситуация нейтральная. Как мы видим, есть медвежий тренд и нет целевых уровней. Рассмотрим более краткосрочные графики, то есть графики для трейдеров, чтобы понять, что будет с ценой в краткосрочной перспективе. Для трейдеров мы предлагаем графики за час, 15 минут и 4 минуты. На часовом графике мы видим восходящий тренд. И, возможно, цене даже удастся достичь прежних максимумов. На данный момент на рынках отсутствует давление. Как мы видим, индикатор рисков не находится на перепроданной территории. И конверты не соприкасаются. Тем не менее, мы видим, что в течение последних двух дней происходила консолидация. Для того, чтобы восходящая тенденция сохранилась, текущее движение должно остаться коррекцией и не превратиться в импульсивное нисходящее движение. Здесь необходимо обратить внимание на уровни 1971 и 1960 и ниже. До тех пор, пока цена находится в этом диапазоне и не ниже, мы можем считать, что это краткосрочная коррекция. И она может затянуться, так как индикатор рисков здесь уже в зелёной зоне. Подводя итоги, можно сказать, что в долгосрочной перспективе всё ещё преобладает восходящий тренд. На среднесрочном графике мы видим солидное падение, и мы не можем гарантировать, что оно уже завершилось. Но при этом цене удалось достичь некоторых важных уровней. Но цена пытается вернуться к норме. И на часовом графике мы видим нейтральную картину. В течение нескольких следующих дней мы поймём, сможет ли цена снова начать стабильно расти. Как мы уже отметили, в течение нескольких последних дней мы наблюдаем постепенную нормализацию цен на этом рынке. Но какие перспективы это готовят для евро? Если мы посмотрим на график для инвесторов, то интересный момент в том, что курс евро значительно повысился в течение прошлой недели. Многие позиции основывались на предположении о дальнейшем усилении экономики США и о скором повышении процентных ставок, полагая, что разница в монетарных политиках центральных банков будет способствовать росту курса доллара. И та распродажа, которую мы видели на прошлой неделе, не оправдала этот сценарий. Поэтому на рынке появилось много коротких позиций по доллару. И в прошлой программе мы говорили о том, что нисходящая тенденция для евро, которую мы видели на недельном и дневном графиках, всё ещё присутствует. Но всё равно многие в то время захотели купить евро. А это достаточно рискованно, когда мы имеем такое значительное повышение курса валюты, которое противоречит тренду. И мы прогнозировали курсы этой пары на уровне 1.13-1.14 две недели назад. На самом же деле курс повысился ещё больше, практически до отметки 1.17. А сейчас, кажется, направление движения курса начало меняться. Если говорить о евро, то на долгосрочном графике всё ещё преобладает медвежий тренд. При этом целевые уровни приводят нас практически к паритету. И тот минимум, который был достигнут в этом году, можно назвать промежуточным минимумом. Здесь конверты соприкасаются, а индикатор рисков находится на перепроданной территории. Так как здесь было довольно агрессивное нисходящее движение, этот уровень можно назвать даже промежуточным минимумом. Как мы видим, восходящая коррекция продолжается уже на протяжении пяти месяцев. И она всё ещё не смогла изменить общий нисходящий тренд. Она может это сделать в течение нескольких следующих недель. Но для этого она должна превратиться в импульсивное восходящее движение. И если я правильно помню, импульсивный целевой уровень – это примерно 1.17. До тех пор, пока курс остаётся ниже уровня 1.17, мы всё ещё теоретически находимся в нисходящем тренде. Если мы посмотрим на часовой график, то здесь также преобладает медвежий тренд. И это движение уже стало импульсивным. И, возможно, здесь курс находится в ожидании рынков акций, которые начинают двигаться в обратном направлении. На данный момент мы находимся в ситуации восстановления нисходящего тренда для пары евро-доллар. Давайте вкратце посмотрим на график для трейдеров, так как для этой пары всё быстро меняется. На часовом графике мы всё ещё видим нисходящий тренд. На этом графике стоит обратить внимание на целевые уровни в пределах восходящей коррекции. Здесь ситуация кардинально отличается от той, которую мы видели для S&P. И здесь стоит обратить внимание на уровни 1.12.66. Если курс превысит этот уровень, то нисходящая тенденция, которую мы видели ранее, возможно подвергнется сомнениям, и курс будет и дальше повышаться. Но на данный момент наш любимый сценарий развития событий – это нормализация курса. А нормализация означает, что евро возобновит нисходящий тренд. То же самое касается и золота. В прошлой программе мы с вами говорили о том, что цена на этот металл может повыситься до сильного уровня сопротивления – 1150. И этот уровень был достигнут. Цена даже повысилась до отметки 1160. Но так же, как и с евро, кажется, золото снова возвращается к предыдущей нисходящей тенденции. Как мы видим, на недельном графике все еще преобладает медвежий тренд. В результате, в течение нескольких следующих кварталов цена может опуститься до 1000. На дневном графике также присутствует негативный тренд. Здесь цена достигла промежуточного минимума. И, как мы видим, в течение нескольких следующих месяцев цена может опуститься ниже отметки в 1100. А на часовом графике мы видим нисходящую коррекцию. Ключевые уровни, за которыми нужно наблюдать и которые могут подтвердить предполагаемый нами сценарий – это 1120. До тех пор, пока цена превышает отметку 1120, мы все еще сомневаемся по поводу развития нашего сценария. Если же цена опустится ниже этой отметки, это будет означать возобновление нисходящего тренда. И это подтвердит начало нормализации, о которой мы с вами говорили. Жан-Франсуа, спасибо за ваши комментарии по поводу текущей ситуации на рынках. И вам спасибо. На этом наше время подошло к концу. Еще больше интересных программ и эксклюзивных интервью вы можете найти на нашем сайте. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok